Добрый день, дорогие друзья! В Центральной Универсальной Нарочной Биотеки города Иваново продолжается цикл видеолекций в рамках проекта «Праздничные памятные даты». Тема нашей сегодняшней лекции – земская монархия Михаила Романова. Она посвящена 425-летию со дня рождения Михаила Федоровича Романова, основателя династии Романова, первого правителя из этой династии. Начать хотелось бы с рассказа о той литературе, которую мы используем, поскольку мы традиционно пропагандируем книги и журнальные статьи. И первая у нас публикация Михаила Федоровича Романова была в журнале «Вопросы истории», 92-й год, номер первый. Здесь, соответственно, идет оценка его правления, но и здесь не только о чертах того времени, о том, что из себя представлял 17-й век в российской истории. Также традиционно, как и практически всех правителях, есть книга из серии «Жизнь замечательных людей» Вячеслава Козлякова Михаила Федоровича, где рассказывается о жизни первого царя династии Романова. Из таких книг несколько необычных у нас в фондах есть книга Павлова «Думные и комнатные люди царя Михаила Романова про сапографическое исследование». То есть в первом, значит, соответственно, это двух том. В первом томе здесь, соответственно, идет рассказ довольно подробный о самом правлении Михаила Федоровича Романова, о чертах его правления. Ну, а второй том, он, собственно, касается того, что он рассказывает о составе вот этих людей, которые входили в окружение Михаила Федоровича Романова. Ну и, соответственно, здесь же рассказывается о землевладении знати Парадан. То есть автор довольно подробно рассматривает, кто владел какими землями из представителей знати в правлении Михаила Федоровича Романова. Ну, также можно, например, из того, что использовался, отметить книгу Буганова «Мир истории». Здесь посвящена книга России 17 века. И здесь довольно большое внимание уделяется событиям смутного времени и последующим за ними правлению Михаила Федоровича Романова. Также у нас есть, значит, автореферат диссертации «Лебедев Александр Львович. Служимые иноземцы в России 17 века». Здесь в качестве хромологических рамок даны события 1613-1689 года. То есть как раз, соответственно, правление первых Романовых. Ну и начинается здесь рассказ, рассмотрение именно с правления Михаила Федоровича Романова. Ну и также, поскольку у нас речь идет о земской монархии, у нас сегодня пойдет речь не только о Михаиле Федоровиче, но и о земских соборах в целом, используется, естественно, книга Черепнина, одно из наиболее подробных исследований «Земские соборы русского государства в 16-17 веках». Вот исходя из этих книг мы выстраивали, соответственно, нашу тематику. Ну, говоря о Михаиле Федоровиче Романове, во-первых, нужно сказать, что вступил он на престол возле 16 лет, и за небольшой срок, 30 небольшим лет правления, ему удалось в целом решить труднейшую задачу, примирить представителей различных рождующих политических группировок, вернуть часть исконно русских земель, ну и, соответственно, самое главное, вывести Россию из того хаоса смутного времени, в котором она оказалась к 1613 году. Ну, начать хотелось с чего? С его родителей. Дело в том, что его родители – это представители знати. Федор Никитич Романов, впоследствии патриарх Филарет, был двоюродным братом последнего правителя династии Рюльевича и Федора Иоанновича, и вообще Романов были старинным знатным боярским родом, и довольно состоятельным боярским родом, и, в общем, они были людьми, которые были так или иначе причастны к власти. Ну, и мать его также была из старинного рода Шестовых, Ксении Ивановны Шестовой, впоследствии она, как ее супруг, вводы смуты, были пострижены в монастырь. Ну, и, соответственно, сам Михаил Федорович Романов, значит, он изначально, о нем, в общем-то, его действия известно не так много, сообщает, что после того, как родители его были пострижены, он в восторж четырех лет был разлучен с ними, находился на Белоозере, в Клину, в одной из годчин Романовых, ну, и, соответственно, возвращался из ссылки на некоторое время в правление Лжедмитрия I, и оказался рядом с родителями. Ну, а в 1612 году, на фоне смуты, на фоне боев в районе Москвы, значит, вместе с матерью он выехал в село Домнино, около Костромы, а затем, как мы знаем, он оказался в Ипатийском монастыре, куда, собственно, к нему и прибыла делегация. Ну, и, соответственно, избрание на царство, событие 1613 года, есть вот, соответственно, такая иллюстрация, как правило, можно найти, это делегация от Земского собора 1613 года, которая избрала Михаила царем, которая прибывает к нему и просит его вступить на царство. Ну, надо сказать, что самому Михаилу тогда эта идея не понравилась, он до последнего отказывался быть царем, так же, как против была его мать, поскольку полагалось, что, в общем-то, его может ждать очень тяжелая участь ее сына, и в том числе, может быть, даже и смерть, поскольку случаи убийств правителей в то время случались. Ну, и, соответственно, тем не менее, удалось уговорить, и Михаил Федорович прибыл в Москву на царствование. Но тут нужно вообще сказать, а почему, собственно, был он избран. Дело в том, что из представителей знати Михаил Федорович Романов и вообще Романова находились в Расеевина Крюриковичу, поскольку смутное время началось после того, как пресеклась династия Рюриковича, а все-таки его отец, поскольку он был двоюродным братом последнего из правителей Рюриковича, и Романова по своей значимости занимали высокое место, и, кроме того, они, в общем-то, могли вполне претендовать на занятие престола в этом смысле. Кроме того, его родственники были активными участниками смуты, что давало определенные гарантии, что другие участники смуты не будут казнены, наказаны каким-либо образом и так далее. Кроме того, в поддержку Михаила Федоровича на Земском соборе выступили представители дворянства, городов, купечества и казачества. Ну и, соответственно, была надежда, что прибытие такого правителя позволит, соответственно, унять различные раскры, раздоры. Ну и, кроме того, в виде его малолеста бояре рассчитывали, видимо, и сами активно править. Ну и нужно сказать, что Михаил Федорович ехал в Москву довольно долго, едет он в Москву, соответственно, есть и картины его въезда в Москву, но едет он туда более месяца, по дороге останавливается в различных городах, общаясь с людьми, встречаясь со своими сторонниками, но и посещая святые места, тем самым он показывает определенную дань уважения, традициям и так далее. Ну и, соответственно, после того, как он оказался в Москве, первым делом он был в различных соборах, поехал в традиционный Успенский собор, который считался главным собором того времени. Ну и, соответственно, он показывал уважение к традициям и показывал себя именно как традиционный русский царь, который, соответственно, ходил на церковные службы, он соблюдал церковные обряды, то есть то, что было принято и важно. И, в общем, он вызвал, конечно, симпатию, как у представителей знати, так и у простых горожан и так далее. Ну и, соответственно, Михаил Фёдович, заступив на престол, венчавшись на царство, начал править, правление он насчитывает чуть более 30 лет, но отмечено оно, конечно, определенным преобразованием. Ну, это прежде всего создание в том же 1613 году приказа Большого дворца, то есть это был приказ, который ведал всеми царскими делами, перепиской, документацией, ну и, соответственно, плюс к тому же царским хозяйством. Кроме того, страна, в общем, еще и, по сути, не вышла из смутного времени. Дело в том, что под Астрахани находились отряды Тамана Заруцкого, там же находилась Марина Мнишек, которая была вдовой Лжедмитрия I, ну и, соответственно, под Астрахани был отправлен отряд воевода Адойского, который разбил эти отряды. Кроме того, значит, на севере были настоящие вооруженные отряды из казаков, которые занимались грабежами. Ну, дело в том, что к ним была послана определенная делегация из представителей духовенства, и, в общем, по большей части казаков уговорили разойтись и поступить на царскую службу. Лишь наиболее упорные из них, кто продолжал разбойничать, что называется, были схвачены, казнены и так далее. В целом же Михаил Федорович не отличался какой-то суровостью, кровожадностью и так далее, и дела, какие-то связанные даже с ударными мятежами, предпочитал решать мирно. И его время, в общем-то, не было отмечено каким-то массовыми казнями, репрессиями, террором против своего окружения и так далее. И, значит, нужно сказать, что завершение смуты еще было связано и с внешними проблемами. Дело в том, что Михаил Федорович Романов занялся проблемами, соответственно, интервенции, то есть вторжение на территории России шведских, польских отрядов. В 1617 году был заключен Столбовский мир со Швецией, по которому Россия потеряла часть побережья Финского залива и Ладожского озера. Ну а в 1618 году, Диолинское перемирие с Польшей, Россия лишилась части западных земель вместе с городом Смоленск. То есть это была та цена, которая Россия заплатила за мирную передышку, за то, чтобы прекратить эту интервенцию, набеги на русские земли. Ну и также была выстроена эффективная система защиты от набегов крымских татар на юге России, которые весь период смуты, в общем-то, нападали и грабили на русские земли. То есть были решены, можно сказать, во многом внешнеполитические проблемы. После чего, собственно, Михаил Федорович Романов занимается проблемами брака, поскольку должен был быть наследник, дабы не пресеклась династия, как при Рюриковичах. Ну и, соответственно, первый его брак был связан с браком с Кижной и Долгорукой, которая, как это сообщается, вскоре после венчания заболела и умерла. Ну и, соответственно, 1626 год он женился на Евдокии Стречневой, которая была дочерью Можайского дворянина, то есть к родовитой знати она не относилась. Но, тем не менее, здесь, возможно, сказал руль личной симпатии, либо показать некую такую демократичность, то есть, в общем-то, ее родственники знатностью не отличались. Тем не менее, Евдокия Стречневой была выбрана на, так называемом, смотре царских невест в качестве супруги Михаила Федоровича, и они, в общем, проживали в браке вплоть до смерти Михаила Федоровича, и сама Евдокия умерла вскоре после смерти мужа. Ну и, соответственно, из наследников престола, что было важно, в 1629 год родился наследник престола Алексей, который впоследствии вошел в историю как царь Алексей Михайлович, второй из правителей династии Романов. Кроме того, активное занятие, по большому счету, государственным устройством, это появление нового герба с тремя коронами, хотя вот этот символ двуглавый орел, то есть герб, который появился еще при Рюриховичах, при Иване Третьем, сохранялся. Кроме того, растут число приказов, появился человекный пушкарский приказ, приказы сибирские, казанские, которые ведали отдельными территориями, появился аптекарский приказ, который ведал организации аптеки, то, что мы называем сейчас здравоохранением, ну и, соответственно, Михаил Федорович не гнушался контактов за границей, в частности, при нем была отправлена партия учеников, например, для обучения медицинскому делу за границей, а кроме того, приглашались активно и иностранные специалисты в качестве медиков, офицеров в армию и так далее. Ну и можно сказать, что вот это происходило, это все. Кроме того, активно поддерживалось то, что мы называем торговлей предпринимательства, в частности, активную деятельность развил у состоятельства заводов на Урале Андрей Денисович Винюс, впоследствии один из его потомков, Андрей Винюс, станет одним из приближенных к Петру Первому. Ну, Винюс и, собственно говоря, вот эта организация, да, организация заводов на Урале прежде всего. Ну и вообще это развитие торговли, развитие предпринимательства, это купцы Нефитины, Гуевы, Шорины, это промышленники и предприниматели, Филатевы, Строгановы, Демидовы, их деятельность активно развивается именно в правлении Михаила Федоровича, то есть в становлении этих купеческих предпринимательских работ, что было очень важно. Ну и, соответственно, занимался, например, Михаил Федорович вопросом местного самоуправления в части, был указ, согласно которому горожане, вместо воевод, могли избирать из своей среды, так называемых, губных старост. Горожанам разрешалось подавать жалобы царю на своего ли воевод, и все эти жалобы рассматривались и принимались по ним необходимые меры. Ну, было ряд проинтересных законов в сфере уголовного законодательства, например, под страхом битья хнутом и даже ссылки запрещалось курение табака, хотя Михаил Федорович был правителем, при котором уголовное право пошло не по пути ужесточения, как при многих других правителях, а при нем, например, было два указа, которые как раз были направлены на смягчение норм уголовного права. В частности, в его правление, например, выходит указ о запрете казни беременных женщин, то есть их полагалось казнить после рождения ребенка, вот, со что ребенок при этом передавался на воспитание родственника. И второй момент, например, то, что те, кто, соответственно, занимался фальшивым манечеством, до этого был указок, согласно которым полагалось им заливать в горло расправленный свинец, отныне это было прекращено, и полагалось заковывать железо, отправлять на каторгу и делать им клеймо вора. То есть, соответственно, это, конечно, довольно жестоко было вообще уголовное законодательство с того времени, 17 век, но, тем не менее, первые шаги по смягчению, в сторону смягчения законодательства начались как раз именно при Михаиле Федоровиче. Кроме того, Михаил Федорович, соответственно, активно занимался, его правление начинается активно освоение Сибири и вообще строительство городов. Если мы посмотрим вот на карту 17 века, мы увидим, что в правлении Михаил Федорович основан город Енисейск, Красноярск, Тамбов, Якутск, Верхоянск и ряд других городов. То есть, строительство городов, как в Центральной России, строительство так, соответственно, и на территории Сибири. Этому уделялось очень большое внимание, и эту политику продолжил, как потом и царь Алексей Михайлович. Также нужно сказать, что в его правлении появилась реформа в армии, появились так называемые полки иноземного строя. Это было уже начало регулярной армии. Служившие у них люди поступали на полное гособеспечение, обучали их, как правило, иностранные офицеры, и, по сути, они становились профессиональными военными, которых вставляли главную ударную силу московского войска в период походов. Ну и вообще, привлечение активных иностранцев на службу, начиная, прежде всего, с военной службы, оно как раз было одной из характерных черт правления Михаила Федоровича. И, соответственно, знаменитая немецкая Слобода, в которой так любил бывать впоследствии Петр I, она также возникла и начала строиться именно в правлении Михаила Федоровича, то есть где селились немцы, представители других национальностей, например, тот же Лефорт Швейцарис, там появится в XVII веке, ну и, соответственно, вот Гордон Шотландис, например, из известных иностранцев на русской службе, ну и, соответственно, вот эта немецкая Слобода была вот этим вот уголком Европы, что он знает, в центре Московии, и там на Кукуе селились иностранцы. Кроме того, соответственно, Михаил Федорович увлекал самыми различными вещами, например, он уделял большое внимание развитию огородничества, были указы о выращивании яблок, груш, вишен, слив, это развитие виноградарства и, соответственно, развитие виноделия. Кроме того, Михаил Федорович должен был заниматься и вопросами национальными, поскольку по мере продвижения на Урал и в Сибирь входили самые различные народы в состав России, ну и, соответственно, был ряд указов, которые гарантировали определенные права таким народам, как татары, чуваши, мордва, народностям Крайнего Севера, народам, населявшим Сибирь. В основном ситуация была такая, что эти народы выплачивали в пользу казны, в пользу царя, так называемый ИСАК, и, в общем, каким-либо преследованием они по большому счету не подвергались. При нем, например, появились типографии на Никитской улице, палаты для изготовления оружия, ну и, соответственно, это вообще развитие строительства. Так, например, именно при Михаиле Федоровиче Романе был заложен знаменитый дворец в Коломенском, который будет достроен уже при Алексею Михайловиче, и потом он в 18 веке разрушится. Вот то, что мы видим сейчас на фотографии, то, что сейчас могут увидеть туристы, это восстановлено уже в 90-е годы по старым чертежам вот этот дворец. Вот так он примерно и должен был выглядеть тогда, в 17 веке. Ну и, конечно, это строительство знаменитого на территории Кремля-Теремного дворца, это, собственно, вот именно была инициатива Михаила Федоровича, и вот этим мы ему обязаны к появлению этого архитектурного памятника. Ну и что еще нужно сказать, что в плане культуры интересно было то, что, например, появилось в этом году 400 лет, отмечается, как начала выходить по инициативе Михаила Федоровича первая рукописная газета «Куранты». Она в основном распространялась среди царя, его окружение. В этой газете описывались, как правило, наиболее важные события, которые происходили в московском государстве. Ну и, соответственно, например, в правлении Михаила Федоровича по инициативе выходит первый печатный букварь, знаменитая азбука Василия Бурсова, то есть развитие культуры данный правитель также уделял большое значение. Ну и то, что касается приглашений иностранцев, вот можно рассказать приглашение Адама Алярия, который потом оставил записки о Москве, немецкий путешественник, ученый и секретарь Голоштейского посольства в Москве. Ну и Адама Алярия, например, может зачитать, что он пишет в своих записках о русских. «Русские – крепкий, сильный, выносливый народ, способны легко переносить и стужу, и жару. Вообще в России люди здоровые, добживающие до глубокой старости и редко болеющие». Ну и здесь только Алярия не говорит о том, что, в общем-то, поскольку медицина была на очень высоком уровне, что те, кто были хилые и слабые, как правило, умирали в младенчестве и раннем детстве, а те, кто, соответственно, доживал до взрослого, действительно, обычно проблем со здоровьем не имели и могли дожить до глубокой старости. Ну и, соответственно, конечно, нужно сказать и о внешней политике Михаила Федоровича, то есть это, например, знаменитая Смоленская война, 1632-1934 год, вот эта организация похода на Польшу и попытка отбивания земли. Кстати, завершилась она неудачно, русские войска, в общем, потерпели поражение, впоследствии воеводу Шейна казнили после этого похода, руководителя этого похода. Ну и, соответственно, России так и не удалось вернуть земли Смоленской, но был плюс какой, что польский король Владислав IV, он, соответственно, официально отказался от претензий на русский престол. Ну и, соответственно, также известных событий, это Азовское сидение, это эпизод, когда казачество захватило турецкую крепость Азов, захватило самовольно, то есть царь был уведомлен уже о самом факте захвата крепости, но и Михаил Федорович долгое время думал, как же быть, потому что, собственно говоря, поддержка казаков, по сути, означала войну с очень могучной в то время Османской империей, вассалом которой было Крымское ханство, ну и, соответственно, Михаил Федорович так, в общем-то, и не решился, и, по сути, казакам спустя некоторое время после своего знаменитого Азовского сидения пришлось крепость Азов оставить. Ну такой эпизод действительно в его правлении был. Вот. Ну и также, о чем бы сегодня хотелось рассказать, то есть речь о земских соборах, поскольку мы говорим сегодня о земской монархии, тут нужно вернуться несколько назад, сказать, что вообще земские соборы появились еще при Иване IV, который созвал в 1549 году так называемый Собор Примирения, именно с этого года идет история земских соборов. В дальнейшем, соответственно, земские соборы собирались по ряду важных случаев, например, в 1598 году, когда следовало избрать на престол царя в связи с пресечением Рюрики, через брание Бориса Годунова. Ну а, соответственно, в 1610-13 годах земские соборы были при ополчениях, боровавшиеся за возрождение русского государства. Ну и, соответственно, именно земские соборы сбирает на престол Михаил Федоровича Романа. Тут нужно сказать, что с 1613 по 1622 год, то есть первые несколько лет правления, земские соборы, в общем-то, собирались практически непрерывно, и царь советовал с ними по всем важнейшим вопросам развития государства. То есть в дальнейшем земские соборы собирались по наиболее важным поводам, то есть относительно, например, организации Смоленского похода, по поводу взятия казаками Азова, также, например, по поводу грабежей стороны казачества. Соборы собирались и обсуждали условия Столбовского мира и Диулинского перемирия. Также после того, как отец Михаил Федоровича Романова, патриарх Филарет, вернулся из польского плена, соответственно, собирался собор, обсуждал вопрос о том, значит, в значении Филарета патриархом. И патриарх Филарет стал не только главой православной церкви, но и, в общем, соправителем, главным советником, наставником своего сына. Также собирались в основном соборы относительно взимания различных денег, так называемых пятивных денег, ну и, соответственно, то есть, по сути, взимания налогов. То есть вообще, по большому счету, время от времени, все правление Михаила Федоровича Романова, земские соборы собирались, и в дальнейшем соборы будут собираться по наиболее важным вопросам, так уже при Алексееве Михайловиче в 1649 году будет принято уложение, оно так войдет в историю, как соборное уложение, а в 1653 году последний широкомасштабный земский собор будет собран для того, чтобы решить вопрос о включении земель Восточной Украины в состав российского государства, ну и, соответственно, по поводу войны с Польшей предстоящей. Ну и, соответственно, земские соборы таким образом играли действительно очень большую роль, и поэтому, в общем-то, монархия Михаила Федоровича Романова, мы называем ее земской, и также используется в документах, начиная с Ивана Грозного, термин как сословно-представительная монархия, поскольку земские соборы состояли из представителей самых различных сословий, и, в общем-то, вот эти вот земские соборы, они как раз в течение практически большей части правления Михаила Федоровича решали важнейшие земские вопросы, то есть царь советовался, обсуждал с ними важнейшие вопросы проблемы управления государством. Что бы хотел сказать в завершении, подводя итог именно правления Михаила Федоровича Романова, ну, то есть нужно сказать, что судьба его во многом, конечно, интересная и даже уникальна, то есть этому человеку довелось стать во главе русского государства в один из самых тяжелейших периодов его развития, в период, когда государство было ослаблено смутой, подвергалось набегам, и ему удалось не только вывести Россию из смутного времени, ему удалось укрепить государство, и вот то, что было сделано в правлении Михаила Федоровича Романова, в этом, в общем-то, истоки дальнейшего развития российского государства.